Вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, цитирую их, в своем составе всю Беларусь? Ну, если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию, какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую. Мои основные полномочия, вы это знаете, защита суверенитета и независимость государства. Прежде всего, я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди, или государство будет претендовать на суверенитет, независимость Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться. Надо с оружием в руках. Не первое, конечно, такое уже заявление главы государства нашего, и он в очередной раз это подчеркивает, он будет бороться до конца. Почему, на ваш взгляд, именно сейчас потребовалось сделать на этом акцент? Здесь президент очень тонко чувствует и понимает, какие силы работают против государства. Притом, не государство только белорусское, а государство как институт международных отношений. Мы видим, и на протяжении, наверное, последних 10-15 лет, как не Запад, а именно западные корпорации разрабатывали технологии по разрушению государства. И один из ключевых атрибутов государства, как института международных отношений, это, естественно, институт суверенитета. Суверенитет государства — это право свободного принятия решений и определения внутренней и внешней политики. Сейчас в рамках международного права это закреплено Венской конвенцией. Но те силы, которые действуют против государства, как институты международных отношений, они как раз ориентированы на то, чтобы ослабить этот суверенитет, не дать возможности государственной власти принимать решения по внутренней политике, то есть управлять своим обществом, так и определять внешнюю политику. А внешнюю политику — это значит, с кем быть. Президент, когда понимает и знает, какие силы работают против Беларуси, он, естественно, дает такие ключевые посылы даже не в медийное пространство, он дает ключевые посылы тем, кто в коллективном Западе принимает решения. Он говорит, что мы за свой суверенитет будем стоять до конца. Мы не дадим возможности разрушить государство, разрушить этот институт. И самое главное, что этот институт существует не сам по себе, он является гарантом независимости нашего белорусского народа. И президент, в первую очередь, переживает эмоционально, очень сильно демонстрирует о том, что мы не дадим наш белорусский народ в обиду вот этим институтам. Потому что в действительности они как действуют? Они действуют с хитрецой, действуют скрытно. Они же не приходят, не говорят, друзья мои, мы сегодня будем разрушать вашу государство, потому что завтра мы хотим сделать из вас рабов. Нет, они как транслируют информацию? Они начинают продавать идеи свободы, идеи демократии, то, что государство — это враг каждого гражданина, давайте продвигать либеральные ценности и так далее. Но в действительности это все ложь. И мы видим уже, хорошо видим, как Запад научился разрушать эти государства. Посмотрите, Сирия, африканские страны, латиноамериканские страны, те же страны Восточной Европы, Польша, страны Балтии, они уже не государства, их уже разрушили. Назначили управленцев, полностью обученных по соровских программам или по программам именно государственным, американским. Они исполняют волю центров принятия решения, которое находится в Вашингтоне. Но они ни при каких обстоятельствах не думают об интересах своего народа. Они являются предателями своего народа. И вот об этом, в принципе, и говорил президент, что мы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы политические элиты, корпоративные элиты на каком-то этапе решили предать наш белорусский народ. Потому что вот это разрушение государства идет, конечно, через ангажирование, через вовлечение чиновников, бизнес-сообщества, активистов в различные программы, финансируемые через неправительственные фонды либо через государственную систему Соединенных Штатов Америки. И тем самым меняют их предпочтения, ориентиры, ценности. И на каком-то этапе они уже готовы предавать свой народ. И мы, в принципе, это видели на примере открытом, примере Украины, когда сейчас фактически ангажированное правительство делает все для того, чтобы заработать для себя и заработать для своих основных владельцев. крупных корпораций, которые готовы кинуть в топку весь трудоспособный народ Украины и уничтожить их в котле вот этой бойни. Но мы то же самое видим и в Европе. Что они призывают? Они призывают своих граждан, это население, немного затянуть пояса, немного померзнуть, немного не есть, немного можно и где-нибудь умереть. Но все это дается под видом некой борьбы с Россией. Но в действительности они же, корпорации, решают свои личные проблемы, свои планы в ущерб, конечно, своему народу. Разве это лидеры национальные? Дело в том, что у корпораций-то народа нет. Да, есть только чистая прибыль и больше ничего. Когда президент давал интервью и определял наши приоритеты, наши интересы, он в первую очередь говорил, что мы именно та страна, которая может самостоятельно определить, исходя из здравого смысла, с кем дружить, какую политику внутреннюю и внешнюю проводить. И самое главное, в этой ситуации, в таком ситуации защиты нашей независимой суверенитета, наш белорусский народ может быть свободным, поистину свободным. Ему не надо принимать как некое данное, жесткие ковидные ограничения, не уходить в локдаун, не применять какой-то жесткий режим вакцинации, жесткий режим применения QR-кода, выездов и всех остальных. То есть у них там фактически готовится некое гетто, любое такое общество, где растет безработица, растет инфляция, начинается социальное бедствие, нищета. Как управлять этим обществом? Можно управлять исключительно только, либо когда ты одурманиваешь его, применяешь, посмотрите, какой сейчас всплеск, активный всплеск и продавливание вопроса по наркотикам легализации. Это делается только исключительно для того, чтобы общество погрузилось в состояние неведения, непонимания, что происходит. Потому что если оно осознает, если в это общество придут еще, условно назовем их, народники, которые будут рассказывать, что творит политическая элита, то в этом случае будут протесты. И эти протесты всегда будут социалистические, то есть направленные на уничтожение политических элит. И там они это очень сильно боятся. И об этом, в принципе, и говорил президент. Нас никто не упреклет из иностранцев. Ну ушли, уходите, мы будем продавать свое. Ценность внутреннего рынка, на мой взгляд, сейчас стала совершенно по-другому выглядеть, когда многие стали сворачивать свою деятельность. У нас может быть в меньшей степени, потому как у нас это давний процесс, мы к этому привыкли. А в России это сейчас особенно явно, они с этим впервые столкнулись. И все поняли, что елки-палки, а вот они ниши, они открываются. И тут наш бизнес может работать, и наша торговля может работать. Вы знаете, президент тонко и, наверное, так очень сильно, осознавая вот эти экономические базис общества, он понимает, что защита своего рынка является, особенно сейчас в условиях экономических катаклизм, наиболее главным драйвером и ключевым элементом по сохранению стабильности. Мы можем развиваться только тогда, когда наши предприятия работают, на них работают люди, они создают новые товары, услуги, и эти товары, услуги продаются. Но так как весь рынок, внешний рынок, сейчас пребывает в состоянии нестабильности, логистические связи разорваны, финансовые связи разорваны, то есть мир из глобального мира перерос в региональный, он жестко закрывается. Регионы, одни регионы, Европа закрывается, а от Евразии, Евразия от всех остальных стран, Англосакции сами по себе закрываются, то внутренний рынок является именно той ценностью, той золотой жилой, которая будет обеспечивать рост социально-экономических отношений и благосостояния. Поэтому, когда президент призывает «купляйте белорусское», он не говорит некими шаблонами или не говорит какими-то лозунгами, он фактически определяет главную сейчас для нас идеологию. Это идеология не только выживания, но и развития. Покупая наши товары, вы тем самым даете работу каждому близстоящему с собой белорусу. Понимание — это важно. Тут главное, знаете как, чтобы товаропроизводители не подвели, потому что человек, вы знаете, если он один раз попробовал «Мерседес», ему будет сложно пересесть на «Ладу». Вы абсолютно правы. Те санкции, которые ввел Запад, они иногда в зарубежной литературе называются «погружение нас в технологическое гетто». То есть для нас пытаются через санкции закрыть вообще доступ к технологии. И можно долго говорить о том, что мы будем развивать внутренний рынок, но очень долго будем производить условно автомобили старой марки, когда технологии уже ушли вперед. Все будут у нас внутри ездить на карбюратных двигателях в то время, как все уже используют инжекторные. Такая ситуация мы видели, она сложилась в Советском Союзе. И вот этого мы не должны допустить. Поэтому производство товаров для внутреннего потребления, оно должно быть тесно связано с созданием собственных технологий, которые по своему потенциалу не должны уступать западным. Запад на протяжении последних 30-40 лет все делал для того, чтобы у себя сосредоточить технологические центры. И президент, когда не раз проводил совещание, он на что ориентировал наших ученых? На то, что нам надо создавать те научные центры, те технологии, которые позволили бы нам быть самостоятельными. И обратите внимание, что когда возник дефицит технологического оборудования в Российской Федерации ввиду введения санкций, к кому россияне обратились? Обратились к белорусам. Не из-за того, что мы такие красивые, нас любить надо, как соседи, а потому что президент наш на протяжении 30 лет смог не только сохранить, что осталось от Советского Союза, но и развить научные институты, которые генерировали не просто теоретические какие-то знания, но применение знаний, науки непосредственно на практике, то есть технологии применить. И это дало возможность сейчас в принципе заявлять о том, что мы вместе с Российской Федерацией можем обеспечить свой технологический суверенитет. Этого Запад не ожидал. Вы же подтолкнули мир к тому, что он будет другим не в вашу пользу. Вы что думаете, в Иране просто так собрались? Иран, Россия и Турция? Натовская страна? Нет. А Индия, Китай? Они же не поддерживают вас. Им войнушка не нужна. Даже Южной, не говоря о Северной Корее. Даже японцам. Им это не надо. Они наелись этих войн, они хотят в мире жить. Зачем вы взбудоражили весь мир? Не нужно это делать. Осознание того, что счастье их во многом, здесь оно рано или поздно все-таки придет. Конечно, этот процесс такой сложный и болезненный, наверное, будет, но он неизбежен. Президент говорит моделями будущего. Он понимает, что спасение Европы возможно исключительно в союзе с Россией, через, понятно, Беларусь. Это классическая концепция геополитического усиления континентальной Евразии, когда Европа, технологическая Европа, объединяется так называемой сырьевой территорией или Россией, но объединяется не в виде некоего колониального давления или контроля над Россией, а именно в равном взаимодействии и в равном уважении к суверенитету каждой страны и каждого региона. Этого англосаксоны уже пытаются предотвратить объединение Европы и России на протяжении последних, наверное, 400 лет. Посмотрите, все, что не делалось, начиная с 18 века, все делалось для того, чтобы внести раздор между Европой и Россией. И все войны, которые в итоге возникали, они были ангажированы, созданы, сгенерированы исключительно действием тех же британских спецслужб и направлением всей европейской мощи не на то, чтобы взаимодействовать, сотрудничать с Россией, а наоборот, создать условия для конфликта, которые перерастали либо в наполеонские войны, либо потом в Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Поэтому, конечно же, когда президент говорит, что ваше спасение это в союзе с Россией, президент, как глубокий специалист, эксперт в области исторических процессов, геополитических процессов, понимает, что именно в этом ключе Европа в действительности может найти себя. Но для этого, конечно же, к власти должны прийти совершенно иные лидер. Вы знаете, когда вы говорите, что борьба идет, нет, не борьба, а попытки Британии бить клин и столкнуть лбами, как угодно это можно называть, Европу и Россию, это действительно так на протяжении столетий, то вот невольно задумываешься, не остудить ли гольфстрим. Мы знаем, что есть так называемые морские державы, и морские державы, они всегда ориентированы на поведение как пираты, как флюбюстеры, которые живут за счет других. И вот эта модель порабощения, подавления, она хорошо работала на протяжении вот этих 300-400 лет. В первую очередь за счет так называемой технологического рывка в области вооружения. Но сейчас мы видим, что этой разницы, технологическая разница именно в вооружении уже нет такой. Россия обладает мощнейшим вооружением, ракетным вооружением, сверхзвуковым вооружением и точно таким же вооружением обладает и Китай. Как результат, естественно, Запад англосаксоны хотели бы навязать свою модель мира. в принципе это бы получилось и получалось, вспомните, работают остиндийской компанией по отношению к Китайской империи. Что они делали? Просто жестко подавляли, уничтожали и сажали на наркотики через опиумные войны и точно так же уничтожали и порабощали население Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока. То сейчас естественно... Но вы еще Австралию забыли. Но сейчас вы обратите внимание... Сколько там осталось баригинов? Обратите внимание, сейчас же что произошло? Они хотят реализовать новую концепцию, они очень спешат, потому что понимают, что если они даже опоздают на 2-3 месяца, то у них начнется мощнейший финансово-экономический кризис. И они очень жаждали, что втягивание России в конфликт на Украине приведет к коллапсу вначале экономики России, а потом политической системы. И они спокойно могут вновь привести очень лояльных политиков и тем самым управлять далее. Своими именами продолжать грабить Россию. И делать из нее как пытались много лет, называть как хотите, бензоколонку, сырьевой придаток, все что угодно. Они хотели провести вот такую политико-экономическую манипуляцию с Россией, осадить амбиции Китая, ну и естественно им еще лет на 300-400 хватило бы ослабления России и Китая для того, чтобы жить прекрасно, замечательно и в первую очередь жить для кого? Для золотого миллиарда. Но получилась совершенно иная ситуация. Если они условно воюют за барыши, за чистую прибыль, то россияне и китайцы воюют за что? Воюют в информационном плане, в финансовом, экономическом, военном плане. Воюют за выживание своей цивилизации, своей культуры, своей идентичности. А это гораздо ближе к сердцу, чем личный барыш. Безумный маховик санкций в отношении минеральных удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок. Фрахт, страховка грозит сорвать последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия. Цены будут расти на продовольствие в целом. Рост цен на зерновые, вы понимаете, повлечет мгновенный рост на другие виды продовольствия, продукцию животноводства. Цены уже побили исторические рекорды. Например, пшеница, которая только за последние полгода подорожала больше, чем на 60%. Ну, как оказалось, доллары на хлеб не на марш. Мы все понимаем, что доллары это же все-таки некая симулякра, то есть это некая договоренность в мире, которая дает возможность США печатать пустые бумажки и весь мир принимает эти бумажки, хотя в действительности они ничем не подкреплены. Соединенные Штаты Америки делали все для того, чтобы любые поползновения по разрушению долларовой системы пресекались на корню. Вспомните Каддафи, что началось против него основная кампания, когда он заявил о том, что будет создавать некий золотой эквивалент стоимости для Северной Африки. Переход к доллару эквиваленту это крах долларовой системы сразу, автоматически. И Россия, когда начало СВО, какие были решения приняты, они перевели все за рубли, привязали рубли к реальному природному эквиваленту стоимости, газу, и фактически убили или плавно начали убивать, методично убивать долларовую систему. Доллар не привязан ни к газу, ни к нефти. И все это прекрасно осознали. Почему еще доллар это такое обещание, в которое если ты веришь, то это да, это доллар. А если не веришь, то и все. Исключительное обещание делается за счет военно-промышленного комплекса и вооруженных сил США, которые сразу уничтожали те страны, которые только заявили об альтернативных эквивалентах стоимости. Сейчас все сознают Китай, Россия, Индия, страны Ближнего Востока понимают, что англосаксы всем надоели. Надоели и с экономической точки зрения, надоела эта эксплуатация и мир должен быть другим. И вот президент очень четко пояснял и объяснял журналисту Франк Пресс о том, что в действительности же и жители, граждане европейских стран ждут, когда все-таки к власти придут национальные лидеры, те, которые будут думать о своем народе и будут делать все для того, чтобы сформировать вот это уважение к себе как нации. посмотрите, приедьте в ту же Германию, поговорите с немцами, вот у них есть некое преклонение перед американцами. Поехать в США это здорово, это классно, это как путешествие на всю жизнь. Но Деголь формировал уважение к себе как французской нации, независимой от Соединенных Штатов Америки. И почему во Франции нету военных баз США, в Германии есть? Потому что Деголь все делал для того, чтобы избавить Францию от присутствия американцев. Англосаксы все делают для того, чтобы на низовом уровне, на уровне каждого гражданина не дать сформировать осознание того, что надо объединиться против Соединенных Штатов Америки и англосаксонов. Это они все делают. Если брать Европу и вообще англосаксонский мир, то они модель управления своим обществом выстраивают исключительно на диктатуре. Что, у них там свобода слова? Нету свобода слова. Но они в чем красавцы? Они завернули это в такую красивую обертку. И все покупают ее. И обидно за нас, потому что мы купились на это просто бесплатно. И долгое время, пока мы развернули эту обертку, пока мы поняли, что там совсем не конфета. Вот только сейчас приходится осознать. Знаете, вот самое важное, наверное, для понимания ценности нашего президента заключается в том, что он глубоко осознавая вот все эти игры, латентные сценарии, которые пытались реализовать и пытаются до сих пор реализовать на Беларуси, он организовал, направил и госаппарат, и силовые структуры в том направлении, которое позволяет нашей всей системе думать в одном ключе. В этих условиях самое сложное, самое важное обеспечить единство, единственное понимание, как против нас работают, что это есть зло, что против этого зла есть инструменты, и не надо бояться сражаться с ними, потому что мы боремся за свое. Смотрите, как очень эмоционально и глубоко осознает ту проблему, с которой столкнулась вся наша страна. А проблема эта заключается в столкновении нас с вот этим корпоративным новым миром. Этот новый мир ни при каких обстоятельствах не желает нам добра. И мы боремся, президент боремся, он осознает, что вся сейчас ответственность стоит на нем, на госаппарате, на силовых структурах. И здесь важно сохранить вот этот клин, вот это единство, которое борется с всем этими корпоративным злом, которое сейчас пытается разрушить и государство, установить контроль над нами. И мы посмотрите, как идет попытка разрушения. Это информационная кампания, это подмена понятий, подмена ценностей, работа по молодежи, уничтожение истории, подмена героев. Бандеровцы становятся чуть ли не святыми, фашистские лидеры становятся лидерами нации. И сейчас вот эта борьба смыслов, она является приоритетной. И мы безусловно в этой борьбе идем верной дорогой, мы понимаем, как осуществлять эффективно защиту себя и одновременно проводить такую наступательную операцию по отношению к ним. Наступательная операция идет и в информационном плане, идет и в экономическом плане, и в политическом. мы не просто закопались в окопе и сидим и ждем, когда по нам ударит сегодня слабый снаряд, а завтра все-таки ударит сильный снаряд. Нет, мы понимаем, что любая война это путь обмана. И тут важно всегда найти тот путь, который позволит нам обхитрить наших оппонентов. не обхитрить лукавством каким-то, а именно победить их. Применить военную хитрость. Да, именно победить. А военные хитрости не обман. Это точно. И здесь важно для в первую очередь наших чиновников, наших силовиков это не оставаться на каком-то таком одном уровне и говорить, ну вот у нас чуть-чуть лучше стало, ну вот так и будет. Да не будет. Мир меняется, методы борьбы с нами тоже меняются, и нам надо быть на несколько шагов вперед. И президент, когда проводят совещание, посмотрите, он фактически говорит, друзья мои, менеджеры, управленцы, будьте эффективнее, становитесь теми лидерами, которые думают не просто о том, чтобы какие-то планы сделать, не надо это очковтиратество, а будьте теми, кто думает, как хозяин, решает проблемы на местах и тем самым обеспечивает развитие нашей страны и развитие каждого региона. И самое главное, вот обратите внимание, почему же белорусский народ, он всегда за батьку, и наши наши коллеги, наши представители других стран постсоветского пространства, когда приезжают к нам, они говорят, вот это настоящий народный президент. Почему? Потому что президент, наверное, читаровал в свое время Короленко, а у Короленко самый основной посыл же в чем? В том, что надо смотреть на мужика. Так и называлось, это Глеб Успенский так сказал, а Короленко подхватил эту идею. То есть надо думать о том простом Беларуси, который работает на земле, стоит у станка, о том, как он переживает. Потому что если он не будет работать на земле и стоять у станка, то следующим этапом... Все остальное может быть, может не быть. Он пойдет на улицу, у него будут задурены, затуманены мысли, идеи различными деструктивными элементами, радикальными элементами. Это является такой ключевой сейчас задачей думать о каждом Беларуси и не делать некое разделение. Я вот живу в Минке, а все остальные в регионе нет. Надо поездить по регионам, по глубинкам, пообщаться с бабушками, дедушками, пообщаться с каждым работником, почувствовать, понять, чем они переживают, и тогда белорусская нация, белорусский народ будет чувствовать единство. Сейчас все говорят голод, и я согласен, что мы очень близки от этого барьера. Голод у нас вот просто стучится. Многие голодают уже, можно было сказать, не критично, ну как не критично, если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире. Ну как не голод? Голод будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос, это касается крестьян, да всей страны, по уборке урожая. Надо собрать все, надо мобилизоваться, потому что не дай бог голод, слушайте, вот тогда будет диктатура, и во Франции в том числе, потому что надо народ спасти, не накормить, а спасти, чтобы люди не умерли. Помните, как-то все смеялись, вот чарка и шкварка, мол, вот предел мечтаний белоруса. Простите, сегодня чарка и шкварка запредельная, можно сказать, конструкция для большей половины жителей планеты. Если мы над этим когда-то смеялись, да и сейчас еще подтруниваем над собой, тут надо дать должное самоэроние, это важная черта, то вот оно, понимаете, вот эти главные вещи, они сейчас проявляются, мы сейчас только начинаем понимать до конца или по-другому на это смотреть, всю важность этих казалось бы простых вещей, что называется, от сахи или от печки, как больше нравится. Да, но проблема голода, о которой не перестает упоминать, говорить и акцентировать внимание президента, она приобретает все больше такой характер ужасающего будущего. для тех, кто формирует сценарий будущего, то однозначно он позволяет решить самую важную проблему, это проблема лишних людей. Ну, умрут миллион, два, десять миллионов, ну и хорошо, ресурсов будет больше для будущего, для этого золотого миллиарда, но для нас такой сценарий неприемлем, поэтому президент прекрасно осознает, что если мы сами не вырастим зерно, не обеспечим себя мясом, молоком, продовольствием, то нам никто не поможет, потому что сейчас за все эти продовольственные ресурсы будет точно такая же война, как за нефть. Кто способен использовать свою землю, кто способен применять современные технологии выращивания культур, заботы об сельском хозяйстве, тот и будет независим и сохранять свой суверенитет, иначе следующий этап это зависимость долговая, при том зависимость от крупных корпораций, которые скупают земли, скупают зерно, скупают технологии и делают так, что страны становятся в прямую зависимость от поставок, притом продают все, продают свои ресурсы за это зерно, за еду. Вспомните, был такой рассказ «Продавец воздуха». Там принцип всей организации был построен лишь на том, что современная модель, которую они хотели распространить, строилась на том, что рабочие будут работать исключительно за глоток воздуха, за вот этот глоток, баночку жидкого воздуха, кислорода, которое можно будет глотнуть и поработать. Ту же модель сейчас пытаются распространить и на нас. Ни одно государство, ни одна власть не сможет выдержать, если в стране начнется голод. Она будет сметена полностью. Это же не дело. Ну, я понимаю промышленность. Санкции ввели, нарушились логистические эти цепочки, как говорят. Трудно оплатить, заплатить и так далее. А сельскому хозяйству что мешает работать? Очень успешный в климатическом отношении год. Что мешает работать и получить уровень прошлого года? Ничего. Кроме дисциплины и порядка соблюдения технологической дисциплины. Поэтому никакого падения к уровню года прошлого в этом году производства сельхозпродукции быть не должно. Все, что выращено, должно быть собрано до последнего, как говорится, колоска. И когда-то это, может быть, показалось бы и перегибом каким-то. Ну, какого последнего колоска у нас? Что тут война? А да, уже война. Вы правы. Погодные условия, как белорусы говорят, спрыгают нам. Это надо использовать по максимуму. Понятно, что у нас зона такого очень рискованного земледелия, нестабильная по природным условиям, погодным условиям. И, как результат, естественно, мы можем получить результат, а можем не получить результат. Но раз нам небеса позволяют это делать, мы по максимуму должны это использовать. И президент как раз на это упирал. Но другая самая проблема, с которой мы можем столкнуться, и это президент указывал, это то, что на местах может быть халатность. Боженька нам дает, а мы на местах не столь эффективны. Если раньше условно допускалась какая-то по-белорусски говоря, обаяковость до самого процесса, ну, собрали столько-то тонн, ну, и хорошо. Собрали меньше, ну, тоже хорошо. Собрали же в целом. То есть здесь встает вопрос о том, что каждый килограмм, каждое зерно, оно ценно. Оно сейчас имеет огромную ценность не только исходя из стоимости, что его можно продать где-то и на чем-то заработать, да, а исходя из того, что это в принципе элемент жизни, да, то есть сможем мы это собрать и сохранить, значит, мы можем обеспечить себя продовольствием, мало того, это можно продать, заработать, получить выгоду, выручку, и эту выручку уже направить на приобретение, к примеру, тех же современных технологий и развиваться дальше, а другая альтернатива какая? Это другая альтернатива залезать в долги, то есть если ты ничего не создаешь, это точно так же, как с простым работником, если ты не работаешь, не получаешь зарплаты, а ленишься, да, какой следующий ты, следующий этап, ты идешь в кредит, ну ладно, тебе еще дали, а потом же тебе не дадут уже, а если не дадут, попросят что-то в залог и потом начнут забирать свое, то же самое происходит сейчас и в Восточной Европе, вначале давали кредиты на развитие, все хлопали в ладоши, все говорили польское экономическое чудо, прибалтийское экономическое чудо, это все обман, иллюзия, товар, ценность создается только трудом, труд через продукты, услуги, которые продаются и которые позволяют тебе становиться богатым, и всегда многие с юмором воспринимают Пушкина в Онегине, но Пушкин же был очень тонкий эконом, то есть он понимал всю тонкость экономики уже тогда, и вспомните слова Пушкина в Евгении Онегине, он говорил бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и как живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, вот фактически мы сейчас возвращаемся именно к основам Адама Смита, то есть то государство, которое имеет свой продукт, неважно, это продукт сельского хозяйства или это продукт промышленности, машиностроения, он всегда будет богатый, потому что он из ничего, из сырья делает продукт, получает вот эту, если в сельском хозяйстве, земельную ренту, продает его, получает выгоду и становится богатым, а это все создается трудом простого рабочего, поэтому настолько важно с одной стороны это управленческие навыки, человеческое отношение к рабочим, смотреть на мужика и одновременно осознавать, что если мы этого делать не будем, не будет у нас продукта, будем мы слабым государством, залезем в долги и тогда и политического суверенитета у нас никакого не будет. И президент шаг за шагом на каждом совещании фактически как плохим ученикам вдалбливает это всем и менеджерам нашим, объясняет и показывает, что только таким образом мы обеспечим развитие нашего государства, сохранение его суверенитета и самое главное мы обеспечим благие мысли и цели каждого гражданина нашей республики. Субтитры создавал DimaTorzok